Всем доброго времени суток! Исходя из названия видео, думаю вы уже поняли о чем в нем пойдет речь. Дело в том, что не все пользователи ютуба со всем вниманием относятся к видео, которые просматривают, зачастую не обращая внимания на описание и закрепленный комментарий автора, который несет в себе какой-то смысл и оставлен там намеренно. Бывает и такое. А зачастую и вовсе не вникает в посыл и суть лишь бы продолжать и продолжать прокрастинировать, просматривая видос за видосом. Также нередко попадаются индивидуумы, не упускающие шанс оставить свой остроумный в кавычках комментарий. О таких я и хочу поговорить в этом видео. Но перед этим я хочу внести ясность. Мой канал посвящен развлекательной тематике. Он ни в коем случае не ориентирован только на вселенную Вайхаммера. Мой канал в первую очередь ориентирован на развлекательную тематику, не считая туториалов, прохождение игр и некоторых видео, нацеленных на донесение той или иной информации моим зрителям или подписчикам вроде этого. С этим думаю разобрались. Теперь перейдем ближе к сути. Мое первое видео по Вайхаммеру, которое было подвержено необоснованной критике и хейту в большинстве своем. Да, не обошлось так же и бесконструктивной критике, которая имеет место быть, тем более на каналах начинающих еще не опытных авторов. А именно это видео на моем канале было всего десятом, не считая нескольких проходных. Я тогда только начинал вникать в ютуб деятельность, познавать азы монтажа и вообще прощупывать почву не только на самом видеохостинге, но и вообще начиная с понимания самого себя, потихоньку разбираясь в том, какой контент мне более интересен, что я хочу снимать и с чем хочу работать. Но далеко не всех пользователей ютуба это интересует. Особенно тех, кто не удосуживается вникать в подробности канала, выпустившего видео. Сравнивая его с видосами с каналов с опытом в 3-4 года, заранее завышая свои ожидания, видео отправляется на приговор к человеку, который выбрал оценивать труд автора, не попытавшись самому сделать лучше и перевести свои труды автору в пример. У меня накопилось много таких примеров, некоторые из них я буду разбирать в этом видео. Погнали! Да, чувак, отчасти я с тобой согласен. Название данного видео действительно может вести человека в заблуждении. Стоило придумать что-то более конкретное. Но знаешь, название в первую очередь должно заинтересовать потенциального зрителя. Подобные явления ты можешь наблюдать по всему миру, также в соцсетях, на форумах, да и вообще в интернете, в газетах, супермаркетах, да где угодно. Это создано для того, чтобы нас, потребители, цепляли эти названия. Если ты покупаешь продукты в магазине, к примеру, молоко, марка которого будет называться, к примеру, домашнее. А это слово сочетание уже вызывает куда большее доверие к продукту, нежели бы оно называлось, к примеру, вот так. Ведь если домашнее, значит натуральное. И не каждый обратит внимание на состав, на описание данного продукта, в котором может содержаться все, что угодно, кроме самого молока. Да, зато продажа такого продукта будет выше, чем у марки под названием, намешано херпами, что кроме молока. Вот тебе сходу еще один пример. Колбаса докторская. Да, это не значит, что она сделана из доктора, несмотря на то, что название вводит в заблуждение. И если тебе станет действительно интересно, из чего она там сделана, то ты так или иначе прочтешь состав, так как в составе четко прописано, из чего сделан конечный продукт. И только тогда ты можешь сказать точно, что он сделан не случайно пойманной кошки. В нашей стране, хотя не всегда в этом можно быть уверенным. Да, я мог назвать видос топ по юнитам какой-то убогой игрушки, как сказал об этом ты. Но никто не стал бы этого смотреть. Думаю, с этим разобрались, идем дальше. И тут, как по мне, мы переходим к самому долбанутому наглую комментатору на моем канале. То, что он выдал в комментариях под тем видео, просто эпогей, вершина дебилизма всех комментаторов вместе взятых с моего канала. Честное слово, с подобным еще никогда не встречался. В общем, смотрите сами. Ну как, уловили уровень дебилизма этого парня? Окей, хорошо, допустим, я не знал этого факта. Но какой же, сука, нужно быть мразью, чтобы это так человеку преподносить? Вы только вчитайте в его высказывание. Чувак настолько пизданулся, что сразу и не поймешь, то ли у него с чувством юмора не очень, то ли он высший разум, который существовал еще до появления мироздания, проживал на триллионах миллиардах таких же планет и настолько преисполнился в этом бесконечном вечном, что в край ебанулся. Дальше я пытаюсь ему объяснить за этот момент. Мол, видос уже старый, так что если ты решил повыебываться, нужно было это делать, это года два назад. А то и два с половиной. И предлагаю ему запилить собственную версию этого видоса и этим самым показать мне пример, как надо было сделать. На что чувак, не долго думая, выпалил следующее. Первую часть я пропущу, в ней ничего такого, если вам интересно, прочитайте сами. Его главная претензия заключается в том, что когда я говорил про обманщика, я не упомянул о том, кто и что он такое. И начал свой рассказ об осколках ктан с несущего ночь. Дальше он пишет. То есть, естественно, должно складываться. Такое впечатление, что обманщик не ктан. И да, эти оба такие неполноценные ктан, а их осколки. Но к этому я не прикапывался. Да, действительно, не прикапывался. Но тем не менее, посчитал нужным ткнуть носом в эту информацию. Давайте разбираться. То есть, чувак с сортиром на аватарке, хотя до этого я не прикапывался, на серьезных щах считает, что раз у него от моего видоса сложилось мнение, что обманщик не ктан, то значит, цитирую, естественно, должно складываться такое впечатление. Логика этого парня просто зашкаливает. Для него даже это естественно, насколько его загнало в заблуждение мое видео. Что, по его мнению, впечатление людей должно естественно складываться подобным образом. Чувак, этот видос просто мое субъективное мнение о том, какие юниты тут сильнее, а какие слабее и не больше. Прости, что разочаровал тебя и перед сравнением юнитов не провел подробную лекцию по каждому из них. Псс, по секрету, если тебе хотелось узнать побольше, арасик Тан, гугл тебе в помощь, внезапно! Дальше чувак с толчком на аватарке, утверждая, что опыт и реакция на критику, хотя тут не совсем понятно, какой такой опыт, разве что опыт по выслушиванию таких придурков, как ты, появляется, когда она жесткая, даже не в меру жесткая, необоснованно жесткая. Итак, почувствовали нотки садизма? По мне так, необоснованно жесткая критика скорее является больше чем-то необоснованным мнением, чем критикой. А нахера она тогда нужна, тоже не понятно. Как по мне, так критика, конечно, должна быть, но должна быть конструктивной, иначе это больше смахивает на хейт. А вообще конструктивная критика вещь хорошая, ты точно понимаешь, в чем ты действительно хорош, а что стоит подтянуть, осознаешь свой вектор направления, к чему ты в итоге должен стремиться. Дальше мы плавно и переходим к подобным примерам. А кому интересно, чем закончился этот спор, ссылка на видео в описании, почитайте сами. Далее следует комментарий от чувака с ником Куст Кустович, почитаем, что же он пишет. Shadow Dance, а ты знал, что Dove не стоит использовать как источник? И Вики тоже, потому что это не обновляется годами, а Dove стар как мироздание, и там все подгонялось в рамки игрового баланса. В Беке Ктан обладает гигантской силой. И мне интересно, ты в курсе, что есть настолка, и Кровавые Вороны не единственный орден? По поводу этого комментария, скажу только да, я с тобой согласен. Разумнее было бы брать в сравнение персонажей из Вейхаммера из более надежных источников, из того же кодекса настолки к примеру, как он предлагает мне далее. Они из давно устаревшей игры, в которой все персонажи сбалансированы друг под друга. И нет, я не знал, что не стоит этого делать, а знал бы, не сделал так. А вообще, мой канал, кого хочу, того и сравниваю. Руководствовался я тогда такими мыскими. И да, я всего лишь хотел сравнить Юнитов к своей любимой игре Павый Хаммеру. Так сказать, отдать дань почтения. Далее Куст Кустович выдает еще один свой комментарий, с которым на этот раз я полностью согласен. Поэтому я не буду даже его зачитывать. Если вам интересно, почитайте сами. От себя лишь добавлю, что вот этот человек умеет подбирать слова и донести до другого человека свои мысли. Без всякой там необоснованной жесткой критики. Респект таким людям. Следующий комментарий от самого комиссара Себастьяна Ярика. Армагеддон помнит своих героев. А вот его комментарий. Это топ сильнейших персонажей Дов или топ сильнейших персонажей Вайхаммер вообще? Ну если мы говорим о вселенной Вахи, то первое место должен занять император человечества. Ну конечно, как бы еще комиссар Себастьян Ярик отреагировал на это. Естественно император человечества на первом. Второе место должны занять боги хаоса. И вообще весь этот топ должны занять божества разных фракций. Далее я сообщаю ему, что он поспешил с выводами и ворвался в комменты не прочитав описание к нему. Соответственно ошибаясь впоследствии. Наш комиссар быстро понял свою ошибку и извинился. Спасибо за твою адекватность и понимание. Итак, на этом я пожалуй закончу и перейду к заключительной части. Не потому что больше нет подобных комментариев. Их дофига. А потому что видео и так уже затянулось. Поэтому если кому интересно почитать остальные комменты. То ссылка будет в описании, закрепленном комментарии. А также в подсказках в этом видео. В заключении хочу сказать следующее. Чтобы вы понимали. Тема токсичных фанатов вселенной Вайхаммер гораздо глубже и обширней. Эти фанатики со своей ересью. Умудряются залезть туда, куда не стоит залезать. И даже туда, где ее нет. Это одновременно смешно и тупо. Сейчас кто-то из подобных людей крикнет во всю глотку. А что ты хотел? Это же инквизиция. У них работа такая. Вот. Если у вас в голове сейчас появилось что-то подобное. Пожалуйста. Ради императора. Избедитесь и ебанитесь со всей дури об стену. Спасибо. Как и в Вахе. В жизни есть тоже много различных фракций подобных фанатиков. Кто-то наверняка уже строчит фразу в комментариях. Не императора, а трупа на троне. Пожалуйста. И вы тоже. Разбегитесь. И ебнитесь. Об стену рядом с лояльными. Выдуманному императору. Выдуманной вселенной долбоебами. Спасибо. Ребята, я все конечно понимаю. Я сам люблю и уважаю вселенную Вайхаммера. Но на полном серьезе. Проецировать эту или любую другую вселенную в реальную жизнь. И жить этим. Это как минимум странно. Я бы даже сказал зашкварно. Я понимаю конечно косплей. Какие то ролевые по различным вселенным. И что то подобное. Но нет. Я сейчас не об этом. Я сейчас о конкретном типе людей. Которые в общении. В своих действиях. И вообще. Всем своим существом. Пытаются показать. Что действие всего мира. Действительно происходит. Во вселенной Вайхаммера. Да. Мне встречались такие личности. В общем это тема для отдельного ролика. Что то подобное я выпущу. Если этот ролик вам зайдет. И да. Теперь обычных пересказов в википедии. О Вайхаммере. На моем канале не будет. Каналов которые занимаются этим куда лучше меня. Довольно таки много. Но об этом чуть позже. Возникает тогда вопрос. А какого именно формата будет ролики на моем канале. Во вселенной Вайхаммер. И будут ли вообще. Будут или нет. Это сейчас целиком зависит только от вас. И вашей реакции на это видео. И актива под ним. А если контент повахий будет. То будет кардинально другим. Скорее всего будут видео подобного разговорного формата. Либо какие то мои мысли по данной вселенной. Или гипотезы. Что то подобное я уже делал в видео про Эльдар. Ссылка будет также в описании. А пока вы спускаетесь вниз к описанию. Зайдите также и в комменты. Напишите сами от себя. Какой формат по вселенной Вайхаммер. Вы хотели бы видеть на моем канале. В любом случае. Я попытаюсь сделать новые выпуски. Максимально интересным. Но. А если вам интересно более глубоко изучить данную вселенную. Окунуться вниз головой. Я рекомендую вам подписаться на эти каналы. Я кстати сам их очень часто смотрю и вам советую. Итак. Канал Перту Раба. Гексадром. Зе Статион. Хопсплей. Последний кстати часто делает топы по различным персонажам вселенной Вайхаммера. В общем все как вы любите. Те кому не зашло что я сделал топ юнитов. В кавычках по какой то уплогой игрушке. Вам именно сюда. Итак. Любители болтеркорна. Подписывайтесь на вышеперечисленные мною каналы. И особенно на канал Хопсплей. Видосов по Вайхаммеру. Там не просто много. Их там просто дофига. Вот они. Ониumnор сейчас в плане colocarğu в двух pipelineх. Давай нужно проверим. Теперь следует. Попробую увлеким. Попробую 물러분들이 заселен. Попробую звук его растягивали. Такое озеро. Продолжение следует...